здравствуйте мои дорогие с рождеством всех у нас сегодня в доме праздник а у вас вы когда празднуете рождество потому что мы празднуем и там и там до 25 дома а вот 7 едем к родителям у них праздник 7 так что у нас получается два праздника вот так сегодня никак не могла я не встретиться с вами не пожелать вам всего доброго и всех вам благ хочу вам сказать что у меня сегодня очень такой интересный день мы вот отдыхаем празднуем да очень так спокойно празднуем скажем так но я еще и угадайте что и чем еще занята да да надеюсь вы еще не дергайтесь и когда слышите от меня опять про учебу потому что у меня завтра опять экзамен очередной но вам огромное спасибо вы меня очень хорошо поддержали у меня на прошлый экзамен десятка это у нас максимальная оценка так что по нутриции да это самый мой любимый предмет вот у меня там десятка так что повод еще лишний повод отпраздновать вам спасибо большое за поддержку так что у меня завтра очередной экзамен я и отдыхаю но и учиться надо но никак не могла я с вами в этот день не встретиться хотя бы чуточку и еще у меня есть очень приятный сегодня распуск значит мне кажется что все таки распустился он даже не вчера а позавчера вечером я заметила что там лопнул бутончик но я была так как так занята такая вся при делах что я не смотрела хотя он цветочек вот этот вот он кто вот в миленький такой вот это сеншин по моему сеншин сеншин бабочка смотрите какая прелесть и а заметила я сегодня утром и практически если бы мне бы положили его под елку то был самый раз я так обрадовалась что очень-очень люблю бабочки парфюмерки я даже этим летом парочку своих стандартных парфюмерок от отдала да они уже живут в новых домиках и думаю оставлю себе ну не все не про не только бабочки оставлю конечно сеншин я люблю и так и так ну вот дефюжен я отдала одну по моему дефюжен и одну еще какой-то по моему тоже сеншин у меня было несколько дублей что они мне казались разными я же все покупала но вот отдала там одна девочка купила несколько штук у меня и получила вот такой дефюжен по моему получила в подарок а вот другую по моему прям продала вот так а у меня сейчас на роспуск прямо на бутончиках но многие из парфюмерок но не все вы знаете прошлом году побольше цвело что-то они вот много пострадали то от летом от жары тут вы знаете парфюмерки они нежненькие но все равно хорошо хорошо они дают бутоны несколько там у меня даже ветвятся знаете мои мой тренд в этом году что у меня все ветвятся а так что новенького новенького зуза получила вот ее сегодняшний подарок вот такую мышку такую симпатичную смотрите ну просто прелесть так фокус ты что на мышку смотри мышка смотри какая красавица мышка вот это подарок это зуза получила под елку знаете как она прям влюбилась в него прям спала в обнимку только что и игралась и так мне не очень приятно что ей понравилось потому что и не всегда не все игрушки нужно нужно да чтоб что-то ей вот не знаю приглянулась так что вот такая симпатичная мышечка не только девочки да вот такую мышку можно можно и на елку повесить смотрите красавица ножки такие ручки как у человечка а ушки прям прелесть смотрите какие завернутые не знаю или я только так могу радоваться вот таким безделушкам но и зуза тоже так что у меня новенького давайте а то у нас орхидейный канал и все я не успеваю так значит прошлое видео я в разделила на два и никак не могу заняться второй частью давайте вот сейчас я там у меня там недолго я вам там показывала вот так там там вот была вот эта девочка там но там она не не то что не не в распуске она даже еще не думала дам еще только готовилась так что давайте посмотрите что у меня там было на спальне это на стеллаже а потом посмотрим тут в зале что у меня новенького потому что есть и и приятного и не очень вот тут на стеллаже на парфюмерики такс на сэншен на сэншен видите какой бутончик такс товарищ фокус вот ну конечно фокус не знает что я показываю вот он видите вот этот бутончик но проблема что он вообще-то у меня довольно низкая влажность я вам говорила что будем об этом над этим работать и будем буду вам показывать но не сегодня не хочу сегодня еще учиться долго долго ну хотя интересно сейчас что что читаю что потому что завтра у меня экзамен по нутриции она 30 это то чем я живу так что там все мне знакомо интересно это новенькая да помните кто-то мне сказал что это смарт ну смарт молодец если он смарт он некий гумники на третье меня даже роспуске тут по чуть-чуть вот смотрите какой красавец прям видно какой он неоновый видите с этого ракурса вот на этом стеллаже мне не очень-то нравится снимать потому что тут как-то вот искажает вот не знаю лампы вот эти или не знаю как ну пока что у меня тут тоже не очень-то много как и хотя смотрите какие то вот смотрите еще ответвление нашла это знаете на кто на вот этот гол сам или сейчас не нам не подписала пилорчик такой красивый меня был на вот на нем есть прямо ответвление смотрите какие цветоносики ответвленный но он мульти флорка так что вот и тут смотрите и тут 1 и тут ну и третье да и это нормально да для как и для парфюмерок где вот смотрите на парфюмерки на этой на сэншен тут ответвление тут так что цвета этот бутончик минус так что у нас тут еще тут у нас везде красота что у этой нету цветоноса а это по-моему куда-то она она была в другом месте перри переехала сюда потому что хотелось мне чтобы ей было получше а что-то мне нравилось мне ее прежнее место вот это один из пиратов пикать мой первый пират пикать и красненький бабочка вот с таким цветоносиком да потом кто еще вот тут дубровник пилор по моему или какой-то сейчас посмотрим кто туда пилорик пилорик вот с таким цветоносиком это кто у нас это дасти бель вот прямо на горшочке видно тоже с разветвленным да видите какой цветоносик видео красивенький вот я ответвление уже буду снимать как тут видно так это моя очень красивая бабочка какая-то айс там что-то про глаза вот уж такой цветоносик красивый кто-то еще малышка какая-то тут без цветоноса а ну новенькая одна из новеньких у меня сюда переехала потом тоже у меня тут одна без корней но тоже с цветоносами я не знаю я наполняю вот эту баночку водой и как бы увлажняю вот эти корни хотя они не живые но не знаю она после этого цветения наверное скажут не пока пока потом вот это новенькая вот это вот этот пилорик этот пинк фламинго красавец но он очень красивый а тут тут смотрите помните я вам рассказывала про красета вот видите тут у меня вот вот где хочу вам показать вот вот о каком цветение вам говорила вот видите пока что не понятно что тут будет ну вроде бы цветение будет она начала расти ну вот как детка начал ведь помните вам говорила что у меня она бедненькая бедоложечка вот листья вот такие давно уже полу без туркара так ну вот растет это ее тоже ее цветонос там одна по одной стороне бабочки на другой стороне пилорчики вот еще тут не знаю как показать лампа у меня с этой стороны это стандартная пинг фламинго она вот крутит туда цветонос я уже оставлю так и потом просто раскрыть раскручу смотрите какой крюк она сделала ну к лампе идет а видите как у меня они стоят если у меня тут лампа то они вот смотрят сюда а вот тут и они смотрят вот вот так бутончики чтобы они красиво формировали цветочки а потом я уже к себе разворачивая пока они вот так ну полу получилось хотя вот не везде вот это тоже надо будет как-то вот сориентировать это кто-то из парфюмеров тоже видите с ответвлением кто ты дорогая моя это достибель тоже еще одна достибель да у меня их 2 а это мой сезам чик по-моему да по моему это сезам чик такой минус листик это сезам азиат давно он у меня будто очень хорошо развивался потом остановился чуть-чуть опять вот смотрю хочет свести ну молодец ну вот он мой стеллажик да а еще я занималась вот перед перед праздниками убиралась там поливала цветочки в кабинете и ну вот и думала что я вам давно в кабинете не показывала потому что у меня там больше есть многие которые не цветут и наверное не будут свести знаете мою проблему что там у меня чуть пострадавшие но я их не тороплю пускай они если будет у них все в порядке в смысле корешков листика кто потом будет и цветение не буду но вот на других двух подоконников прям всего очень много уже как мне нравится смотрите какой лес цветоносов да хотя вот на этом уровне еще только вот веточки такс товарищ фокус вот они видите то что цветоносики еще в нижнем уровне вот они еще должны вырасть что у меня вот неприятного вот смотрите неприятности с бутончиками что случилось что у нас случилось а случилось вот что это мой ажурные в бегле беленький который был еще с цветочком прошлый раз я тут когда снимала был цветочек такой ажурный красивый бегле белый так вот он был где-то там и не был очень близко к лампе и вот эти веточки вот прям все три потому что вот эти три они все три вот 1 2 3 это веточки 1 1 цветочка и они были вот прямо к лампе вы знаете вот эта часть не подогревается вот это но зато алюминиевая она до вода достаточно такая тепленькая к горячему и мне кажется что я не сразу заметила и у меня пострадали вот два сняла бутончика еще один видите тоже вот пострадал цветой бутончик но ничего уже надеюсь на остальных видно вот хотел хочу вам как-то а как мне снять потому что лампа далеко и не знаю если будет видно потому что была у меня идея еще продолжить вот эту тему с бутонами сейчас попробую как-то по-другому кса по-другому пришлось пригласить поближе вот он ведь помните с такими бугристыми листами вот листья нам бугристые говорят о мутации и не всегда но очень часто вот такие бугристые листья говорят о волнистости лепестков дау ажурность которые мы растребками называем и еще вот что у них интересно вот так такие бутончики бывают оба булеток видите как будто не совсем закрытый как будто другой чуть форма я вам покажу сейчас еще кого-то там еще больше у астрал по моему моего очень очень вы хорошо выражено видите вот такие бутончики бывают у растреб и у бабулеток чаще вот смотрите вот этот как будто видите как будто не не может ротик закрыть весь да и вылезает язычок может вылезти или просто вот так видны лепесточки внутри так вот хотелось мне вот интересно по бутончиком вот снять заснять такое видео ну как-то не не дошли руки вот еще такой но как будут вот смотрите видите вот это моя растрёпа вот это такая яркая который я ее фламенко называю потому что она мне очень похожа на вот вы знаете танец вот этот испанский фламенко танцовщицы всегда носят какие-то яркие красные бордовые малиновые какие-то платья и они очень такие рюшистые вот и не вот этот цветок именно вот эти их не платья напоминают я хотя я знаю что наверняка наверное есть какой-то фаленопсис с этим названием фламенко но это домашние наши названия потому что я устала ее назвать это моя супер красивая растрёпка да моя яркая супер красиво всегда я на ней а что она не дано же она же она же может иметь к красивое имя так что вот она у меня стала недавно фламенко тут без лампы видите не очень хорошо но видно видите бутончик какой прям вот раскрытый вот у нее тоже так да вот пилор классический такой пилор такие треугольники бутона эта тема вообще мне очень интересно с бутонами с листьями как можно вот какие наблюдения да как можно вот предугадать что будет потом будет бабочка будет стандартный цветочек такс фокус мой убегает у нас довольно пасмуртно за окном я постаралась тут лампу но что-то не очень-то помогает бывают такие дни как будто съедают вот свет любой что ничто не 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 найдешь какой-то вот нет смотрите но никак да как мне снять вас ну вы поняли о чем я но это как-то надо будет а сейчас я просто хотела вам показать что наши вот бутоны минус есть у меня еще на стеллаже в спальне но там знаете это точно я переставила я поменяла место и это тоже очень часто скончается тем что цветочек может скинуть бутон один парочку или даже больше бывает и такое а еще вот кто у меня раскрывается маленькая мелиса смотрите она какая какая она красивая вот эти ее крапушкин у меня просто просто такой какой-то ступор да я смотрю и просто замираю и вообще мне вот если не могу сказать что я прямо вот очень такая большая фанатка пятнистых каких-то но вот крапистых вот в такой мелкий краб веснушку обожаю 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 очень люблю вот такие миленькие и побольше и поменьше всем поэтому вот это вроде бы такая ничего такого особенного может для кого-то да вот мы назвали петрика петрика это уменьшительная от петр ну значит петь когда это мышонок петька дружочек у зуза появился так что петенька сиди тут сиди вот ты будешь с нами то зуза спит я зузу позвала думаю зуз идешь а знаете что что мы столько только что чем мы занимались все я уже вроде бы еще шампанского сегодня не не пила не открывали а уже уже говорить не могу значит думаю муж говорит давай сначала отдохнешь потом начнем учиться да ну в смысле я не вместе да и он говорит давай фильм посмотрим я думаю ну хорошая идея до отдохнуть чуть-чуть а потом потому что это тоже важно когда хочешь что-то запомнить и вы знаете что я смотрела не угадайте вот этот фильм я смотрела последний раз наверное точно когда была ребенком потому что очень многие из вот этого периода советского периода вот из детства фильмы я очень по многу раз пересматривал а вот это как-то вот ну не 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 знаю не не приходилось смотрели мы сегодня вот только что закончили смотреть фильм зайчик шестьдесят четвертого года вы представляете нос это очень такой позитивный фильм и я помню совсем вот запомнилась вообще и сюжет я актер и все очень сильно вот осталось вот это детское впечатление потому что последний раз я смотрела я была ребенком да и вот смотрела сейчас уже замечала там декор да то много всего другого уже начала замечать интересно когда вот и про книжки то же самое когда ты прочитаешь книжку вот робинзон круза я недавно перечитала а последний раз читала я нет это уже третий раз ну после первые читала наверное где-то в 11-12 потом еще раз почитала будучи не помню по моему сын мой был маленький когда я перечитала а и вот сейчас третий раз и вы знаете ну совсем по-другому совсем вот и по ощущениям и по и потому что замечаю что остается вот после просмотра фильма или про после прочтения книги вот поэтому я всегда говорю что фильмов плохих или книг плохих наверное не бывает наверное но если это качественное что тогда написано или сделанная картина классная такая качественная то просто наверное кому-то не нравится потому что не момент ты смотришь не в твой удачный момент не наверное вот для этой книги или для этого фильма нужно вернуться до вернуться к нему вот в другое время вот так милису вам показала меня племянница милиса привет милиска они вчера у нас были в гостях и вот и цветочек вот забыла и показать что есть у меня и цветочек милиса вот так вот это просто божественно бабочка смотрите какие-то оттенки прям вот хочется платится такое люблю я вот эти все под такие тепленькие но тут очень интересно вот этот оттенок видите вот этот он такой не розовый не персиковый вот у нас я помню с детства бабушки говорили называли такой и не такой оттенок на румынском это будет называется с детства помню келя куквани или пеля это кожа а куквана это такая боярня как будто да такая не крик христианка загорелая вот такая бледная дама да и вот кожа ну еще есть мне почему-то мне кажется что по-русски вот близко к этому вот это словосочетание кровь с молоком когда говорится вот да такое и бледная такая белая кожа с румянцем да вот вот это келя куквани вот этот оттенок прям вот вот он тут точно он что-то я сегодня такая оговорливая но я же поэтому и вышла с вами пообщаться папа просто просто вот как в праздник о вы знаете как меня радует и бенедорм я даже не не ничего не под не продумывала это видео не сценарий ничего что буду вам показывать вот такой уже красивый цветонос у бенедорм это мой пилорик он там был такой открытый пилор было по было на одном цветоносе достаточно и стандартных цветочков ну по-разному там вот недавно я его пересадила и смотрите довольно хорошо он да что с фокусом вот он хорошо смотрю он адаптируется тут где я видела вот один корешочек смотрю вот который отпустила нижний а он был не растущий мне кажется что но сейчас она полита и очень зеленая вот когда серенький такой серебристый то видно было что зеленый зеленый такой растущий и кончик вот вот этого корешочка так что мне кажется что ей понравилось вот вот или на этой на этот я посмотрела вот прям видно сколько и сколько он уже вырос вот эта часть она выросла тут в этой посадке очень радует когда вижу что новые посадки вот так так хорошо себя ведут да вот так не в смысле цветочки в новых посадках так хорошо себя ведут и я когда пересаживала был уже этот цветонос и прям думала я не дай бог я даже не знаю бенедорм какой сорт очень не такой привередливый или не очень но оказалось что совсем совсем не привередливый вот тут очень хорошо дальше растет такой толстенький такое приличные цветоносики очень хорошо развивается так вот вот показала и бенедорма вот его место тут так вот что у нас тут еще интересного вроде бы тут уже буду вам показывать по ходу роспуска смотрю на мой пилор голая смотрите на тот дальний бутон видите какой он уже крупный мне кажется что что скоро 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 тут будет будет роспуск будет цветочек вот так вот красота что еще вам показать сегодня и уже завтра после экзамена я надеюсь снять что-то вот такое более организованное более вот интересное а закончить это видео хотела я вот этим цветочком но оказывается будет еще второй потому что пошла я сняла джулию вот она у меня в спальне высоко подвешено и вот пошла я сняла джулию и смотрю там рядышком на стеллаже джулия смотрите какая просто каракатица смотрите какая значит там рядышком стеллажек и смотрю на на стеллаже а там еще один роспуск давайте сразу покажу потому что они очень хорошо сочетаются тут вместе смотрите вот одна из моих самых ароматных орхидей это моя и я лоу парфюм но она знаете очень интересно прям вот даже даже камера никак не показывать и видите или отсвечивает или не знаю она очень интересно но так интересно вообще не так вообще ты не такая сейчас попробую поменять чуть-чуть цвет чтобы смогла вам поймать вот вот ее оттенок да сложно очень сложно съесть с ней у нее такой вот зеленоватый желтый но никогда она так не цвела она очень разные всегда она была и практически белый такой прям кремовый какой-то ванильный и было очень ярко желтый такой блестящий блестящий даже и вот сейчас не могу сказать что она вот такая блестючая или может свет не такой но бывает она очень такой разный всегда когда я купила и вообще-то думала что это ой одна из парфюмерок потому что у меня вот вели в уху вот еще один дружочек ты куда ты куда ты куда ты куда давай залезай на какой-то цветочек куда ты пошел залезай на цветочек и вот вот так и будешь будет твой домик а ты откуда откуда ты может с джулии ты ты на джулию хочешь не знаю вот не знаю на как на каком цветочке жил жил паучок вот не замечала его хорошенький такой вот тут у меня еще цветонос и его только что заметила что тоже есть ответвление а вот это он дорастил цветонос вот так и и и загнул его к к лампе но будет будет красиво если вот два этих цветоноса в одну сторону то все равно будет красиво ну вот говорила я вам про вот эту этот очень интересный он цветочек я думала это есть такой бедненький самый такой бледненький но самый-самый пахучий из всех вот опять я потеряла не могу поймать и оттенок ну вот довольно близко сейчас очень-очень такой золотисто зеленоватый такой так много зеленого никогда не было в этом цветочке ну никак не помню я такого вот так он бывает чуть-чуть рюшится даже на каких-то есть какие-то бугорки видите вот какая-то варигатность есть вот на листьев и я все искала от чего этого и бывает ведь им крайне прямо ровный он чуть 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 и бывает вот это вот эта волнистость вот это рванности краев она чуть побольше видно чуть поменьше вот такая прямиленький цветочек я вспомню как называется вот эта парфюмерка о которой я вам говорю а то сейчас у меня не приходит на ум вот ее название и она самая ароматная и вот этот цветочек тоже очень-очень ароматный один из самых моих вот таких с таким приятным нежным чуть-чуть цитрусовым но очень такой такой интенсивный до интенсивные хотя вот нежненький до бабочкой рядышком сидим а я хотела в закончить джулии потому что вот это что-то с чем-то вот ее посадка вот я всех полила перед рождеством все полила и надеюсь что в этом году больше не надо будет никого ну как будто из малышей которые просыхают есть у меня вот такие которые быстро просыхают и тех уже надо будет а так уже меня в этом году наверное не будет полива вот у нее ночь очень много цветоноса все она доращивает вся в сиропе всегда она так когда цветет она вся а вот это смотрите 1 2 потом вот это не доращивает 3 4 5 и 1 заблудшийся не не знаю куда он так вот этот заблудшийся наверное вот этот он да вот как-то мне кажется что вот он там заблудился и вы вышел видите какой он короткий мне кажется что это он вот еще один сколько я уже уже забыла сколько мы считали сейчас все все снова потому что она пустила цветоносы и ниже вот уже старых цветоносов и выше и так интересно боже какая она липкая все такс 1 2 3 4 5 6 7 новых по-моему да по-моему так и было 7 новеньких и еще еще доращивает на 1 2 3 4 5 6 вот это вроде бы тоже активный кончик видите до 6 да ну 13 цветоносов у джулия будет интересно что будет в конце если она вот все вот это вот доведет до конца и будут цветочки хотя вот смотрите по тут 4 будут да вот два открылись еще два бутона вот тут тоже 22 где-то так вот тут только два бутона видно и не видно чтобы она что-то дальше 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 дорастила видите нет такс тут уже тут еще не замечаю ничего что будет ну видно что растет но пока что тут по моему три будут тут 4 видите 4 тут 3 вот так вот так где-то 23 если бы вот везде вот так мне нужно вот так вам ее показать смотрите какая она прям ну каракатится каракатится такая я не могу сказать что она очень старая не так давно по моему максимум два года ну давайте я написала надеюсь что да да у меня появилась до 7 в сентябре 21 года я помню что взяла и себе и подруги и не знаю так интересно у меня она очень пахнет и даже она у меня вас высоко там стоит и если меня открыт закрыто окно и не проветриваю и чуть-чуть потеплее то она очень пахнет прям не нужно вот втыкаться носом прям вот на расстоянии 2 2 2 с половиной метров уже ощущаешь и аромат а у подруги не вот это только-только открывается цветочек смотрите а у подруги не не ароматит она ну что-то говорила что или еле еле ароматит или и совсем вот интересно у меня прям но они обе когда я покупала они обе были очень-очень ароматными они тут вот в зале я поставила и помню я заходила и тут был такой аромат прям вот такое ощущение ощущение очень-очень много много аромата можно так сказать что было очень много ароматов вот так ну что уж пообщались чуть-чуть показала вам по чуть-чуть что у меня раскрывается конечно раскрываются вот смотрите те которые доращивают первыми конечно те которые доращивают цветоносы а вот новые цветоносы еще еще есть работать над ними ну а вот этот пилор гоя а это новый цветонос но смотрите видите быстро но это один из первых я заметила его и вот это что-то заметила быстро посмотрела да это новый цветонос или но не новый вот так потому что их так много и у всех и практически да я не знаю если ты тут есть кто-то без цветоноса не знаю может кого-то я тут да я несколько поменяла место несколько из них и может оказаться что двум где-то у двух нету цветоноса а у остальных но у всех нет и веточки какие-то на старых и цветоносы новые так что я в таком прям волшебном ожидании закончу с экзаменами и 29 я заканчиваю и буду наслаждаться и будет ровно вот мне кажется что ровно тогда и они будут иначе начинать и распускаться да я буду балдеть тут у моих подоконников вот так все мои дорогие все вам показала простите за такой кавардак вот я начинаю одно показываю другое но не планировала хотела просто с вами встретиться и думаю когда я там уже неделя по моему прошла когда я снимала понедельник по был да 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 неделя неделю тому назад я снимала там вам показывала в спальне по моему я стал оставалась мне пока показать вам чуть-чуть в на стеллаже и так я остался тот кусочек ну вот будет повод в этом видео показать вы уже наверное посмотрели я ведь еще не смонтировала но я думаю что я вставлю пораньше вот этот кусочек хорошо мои дорогие всех вас целую обнимаю желаю вам всего самого доброго кто празднует и сегодня рождество чтобы вас был мир в душе и в мире чтобы вас все было очень хорошо тепло и только-только очень много и как можно больше добра вам всем всех вас целую обнимаю и говорю вам до скорого мои дорогие да надеюсь что увидимся мы очень очень скоро пока пока мои дорогие субтитры сделал DimaTorzok а а Продолжение следует...